Сегодня в видео вы впервые увидите Софи и Эйвона Ах, 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 с вами Ногмамая и мои собаки Чихуа Софи и Эйвон Осень уже пришла, а зима приближается, поэтому сегодня у нас будет видео Must have одежды для собаки на осень и зиму Как-то в видео я пошла в интернет-магазин zoogoods.ru и выбирала там, что нужно купить для щенка И там же, в тот же раз, я заказала кое-какие осенние и зимние вещички для Софи и Эйвона Кому нужна ссылочка на zoogoods.ru в описании к этому видео А сегодня я покажу, что там выбрали из одежды мы Ну что ж, поехали! Давайте посмотрим Давай, мам, что ты там купила? Ой, мам, сколько всего? Здесь мне купили в этот раз побольше всего Что такое? Показывай скорее, мам, ну давайте Я уже все хочу посмотреть по мере туалетной носила одежды, ну давай, мам Осень Во-первых, мы ходим в туалет на улицу И во-вторых, мы много гуляем, поэтому нам нужно защититься от дождя и холода Вот такие вот милые дождевички я купила Эйвону голубенький и Софи розовенький Эйвон и Софи одеваются легко, хотя у нас был довольно долгий перерыв в ношении одежды Если вы хотите, чтобы мы сняли видео, как приучить собаку к одежде, ставьте лайк Эйвон у нас вообще мерзляк, он постоянно мерзнет Софи не так, но у нее длинная шерсть, она быстро намокает И прежде чем она высохнет, может наступить переохлаждение Поэтому мы заказали на сайте zoogoods.ru вот такие милые дождевички для братика и сестры фирмы Йорки Стайл Производство Россия Кстати, цена у них вполне приличная Всего 980 рублей и не за кусочек балоньки, а за полноценный комбинезончик с подкладкой из холофайвера На дождливую погоду можно, конечно, просто приобрести дождевик из балоньевой ткани только для защиты от флаги Но я приобрела утепленный вариант Вот такие кнопочки внизу, это облегчает момент застегивания На Софишкином дождевике вот такая прикольная юбочка И застежка для поводка Оригинальные рисунки на ткани Собачки с разными надписями на английском В общем, как мне кажется, очень мило смотрится на собаке любой породы Мэм, эм, сто лет не носила одежду, тем более теплую О, я пошла Я с тобой, Софи Странное ощущение У меня нет странного ощущения Я красавчик Да Ух ты Что это, Софи? Что это вам? Посмотри И что это? Вот такая вот офигенная зимняя куртка канадской фирмы Canada Push Я влюбилась в эту фирму Она просто делает очень качественные, красивые, стильные вещи Эта курточка будет для Софи и этой же фирмы, только зеленого цвета и с мехом другого цвета, для Эльвана Куртяшечка. Сейчас мы их примерим. Недавно в интернете я нашла информацию, что по количеству покупок из одежды для собак в России первое место занимает, догадаетесь, что комбинезоны. У этой стильной красной куртки ткань больше похожа на джинс, а у зеленой крутой куртяхи на плащевку. У обеих курток водоотталкивающий верхний слой, качественная подкладка из флиса и отделанные искусственным мехом капюшончики, а также регулируемая застежка на липучке, что очень удобно. Карманчики, например, для хранения лакомств или гигиенических мешочков. Кнопки на капюшонах, удерживающие их на спине. Это важно, чтобы капюшон не лез на голову собаки и не мешал. Прорези для поводков. Очень удобная вещь. У красной куртки есть вышивка на рукавах в виде кленового листика. И у обеих нашивки. Логотип Канада Пуш. Кстати, производитель пишет, что у курток искусственные утеплители с современного материала, и их можно подвергать машинной стирке. Это мы обязательно проверим в другой раз. Мне так тепло и уютно, что я могу уснуть. А я уже. Пиши коммент, хочу детка. Эйвен, какая детка? Не знаю. Ой, дурачок. Неправда. Мы теперь крутые, как мистер и миссис Смит. Миссис Смит так не делает, Софи. Мистер и миссис Смит были мужем и женой. А мы брат и сестра. Ясно. Хотя? Мы все равно можем быть мистером и миссис Смит. Ну тогда привет. Мы мистер и миссис Смит. Так как Эйвен у нас настоящий рэпер и крутой парень, я не смогла удержаться и не купить ему этой же канадской фирмой Канада Пуш вот такую вот просто офигенную, суперскую, теплючую, классную, брутальную мальчуковую толстовку красного цвета. Главное правильно подобрать размер, чтобы наряд не причинял животному дискомфорт. Очень мягкий наружный материал из хлопка. И приятная на ощупь мягенькая подкладка. Регулируемая застежка на липучке. Карманчик. Тоже прорезь для поводка. И снова логотип Канада Пуш на спине. Ну и крутой вид обеспечен. Ой, не то. Вот так лучше. Да, у меня нет любимой. Я грустный Эйвен. Эйвен, не грусти. Сейчас мы приведем тебя в порядок и ты найдешь себе невесту. София, ты что? Я, я, я... А вдруг ты меня бросишь и уйдешь жить к ней? Не уйду. Ладно, тогда поправим ошейник и последняя деталь. Расправим карманчик. Эйвен, ты что пукнул? Нет. Фу, блин, бле. Какая невеста будет терпеть твои пуки? Найду. Так как у Софии есть вот такой вот стильный розовый комбинезончик на сему, мы решили и Васику подобрать тоже вот такой вот под этот стиль комбезик зимний. Это производство России, фирма Йорки Стайл. Вот такой вот прикольный комбез. Сейчас мы его примерим, и София и Эйвен будут как настоящие братика-сестра. Одежда для собаки не только помогает защитить животное зимой от холода, но также уберегает собаку от дождя и грязи в сырую погоду. Хотя, конечно, существуют собаки, которые не одевали одежду ни разу за всю свою жизнь. Яркого голубого, ну или ближе к бирюзовому, цвета. Украшен черным мехом и черной фурнитурой сзади. Теплый, непромокаемый, избалонивает ткани сверху и на синтепоне внутри. Эйвен в нем просто красавец. Как мне уютно в нем, как мне уютно в нем, уютно. Вот теперь мы точно мистер и миссис Мит. Ну не знаю, но я уж точно красавчик, да? Я тоже. Ну ладно, ты тоже. Че? Ладно, ладно. Домик меня схватил и не выпускает. Ой, все, выпустил. Кстати, друзья, цена вот такого вот стильного теплого комбинезончика более чем приятная. Всего 680 рублей за такой качественный теплый пуховичок комбинезон на зиму для вашей собачки. Я не удержалась и не могла всего за 320 рублей приобрести Софише от фирмы Триол вот такой вот классный винтажный свиторочек. На нашем канале ранее уже выходили видео от Софи о том, как снять мерки с собаки и какая бывает одежда для собак. Но мы обязательно расскажем об этом еще раз более подробно. Вот такой вот прикольный вязанный черно-красно-белый свиторочек для Софи. Внизу у него лямки для задних лапок, а сверху горлышко с отворотиком. Я прям вот чувствую, что Новый год приближается. А я мечтаю. Как будто вот в этом свитере прям сейчас Новый год наступит, прям сейчас. Он отлично подойдет к еще одной моей покупке. Носочки для собак! Сегодня в видео вы впервые увидите Софи и Эйвана в носках. Они еще никогда в жизни не носили носков, поэтому это будет для нас первый раз. Возможно, вначале они будут смущены, но со временем привыкнут. Зато лапки будут в теплее. Что такое носочки, мам? Что это? Я не знаю. Она говорит, что это какие-то носочки. Это твои, а это и Васик. Мои твои. Носочки. Вот такие носочки фирмы Дэйзи я купила Софи и Эйвана. У Эйвана с черепом, как у настоящего брутального парня. А у Софи милые цветные полосатики. Что это такое вообще? Носочки. Господи, как надевать носки собакам? Все, Софи, как носка. Софи, иди сюда. Иди сюда. Давай вторую. Так, у Вас. Последний носочек. Вот такая лапка. Тя-тя-тя-тя-тя-тя. Ну как, Эйван, как ты себя чувствуешь в носочке? Это очень странные ощущения. Будто моя нога куда-то засунута. Но я-я-я-я не знаю, это-э-э-э. Иди сюда. Давай. Давай. Я собака в носках. Как Софиша ходит в носочках. Боже. Блин. Блин. Эй. 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 Ну как? Как, Эйван, ты себя чувствуешь? Эйван. Иди сюда. Эй. 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 Иди сюда. В носках ходить я буду аккуратно. Они ведь у меня одни, чтобы не протерлись. Носки свои буду беречь. Они ведь у меня одни. Мои единственные носки. Береги носки. Какие у тебя носки классные. А, Эйван, да? Мама подарила. Дети в носках. Это же носочки, а не носки. Да. Каждый владелец собаки знает, что зимой в городах все посыпают реагентом для растворения снега, который в свою очередь разъедает лапы собаки. И чтобы этого избежать, нужно использовать собачью обувь. Или как-то еще защитить лапки, например, специальным воском для лап. Я заказала нам обувь русской фирмы Триол. Какие-то странные носки, слишком большие. У меня в них целая морда влазит. Твердые носки, Софи, их можно грызть. Затвердевшие носки? Ага. Просто прелесть. Подошва у них резиновая, отлично защищает. Сами ботиночки замшевые и липучка, чтобы держались. Но что-то пошло не так, и почему-то ботиночки для Софи оказались великоваты. Хотя я ориентировалась по таблице размеров обуви для собак. Но ничего, мы их сдадим или поменяем на другие нужного размера. Как это сделать? Так. Где твоя лапа? Твои лапы там нет. Давай еще разок. Как это делать? Что? Все? Надевает ботинки, как будто всю жизнь их носит. Ботинки. Ес! Я надела два ботинка на передние лапы. Эйвен, снимай носок. Это наш первый раз, не судите строго. Кажется, все не так сложно. Вот так. Ботинки надеты. Поехали. Иди сюда, Эйвась. Я не могу ходить. Не могу ходить. Не могу ходить. Я не могу ходить. А как Эйвен и Софи впервые в жизни ходили в ботинках, смотрите по ссылке в описании к этому видео. Вот такие покупки мы сделали в интернет-магазине zoogoods.ru. Напишите в комментариях, какая вещь из выбранных мной вам понравилась больше всего. Зеленая зимняя куртка, красная зимняя куртка, голубой пуховичок, милые дождевики, вязаный свитер, брутальная толстовка, ботиночки или носочки. И еще, как вы считаете, необходима ли собакам одежда? Или это все прихоти многих, которым просто нравится одевать своих пушистиков? Напишите, пожалуйста, в комментарии свое мнение. Мне очень интересно услышать ваш взгляд. Одеваете вы своих питомцев или нет, это ваш выбор. Главное, любите своих собак и будет вам счастье! Счастье будет вам. Софи, зачем ты стучишь? Это я просто хочу лечь. Где мой носок? Я потеряла свой носок. С носками вечно так. Да вот он твой носок, Софи, я нашел его, нечего просто разбрасывать носки. Да это не важно, Эйвен, с носками всегда так. Честно, да, так всегда с носками. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага.